Возможность переноса. Подумайте про эти трех грани. Красный, зеленый, голубой. Отныне весь город поделен на отдельные зоны. Свободные от рекламы. Историческая часть города, парки и зоны отдыха. На узких и центральных улицах только мелкий формат. 3 на 4 метра и меньше. Вблизи домов тоже чисто. Провести такую генеральную уборку в Сыктывкаре горожане просили еще несколько лет назад. Власти услышали, а вот рекламщики не согласились. Мы лишаемся действующих договоров почти по всем рекламным конструкциям, которые мы имеем. То есть это 200 разрешений будет аннулировано. Мы пытаемся как-то договориться и сохранить какие-то, но пока не очень нас устраивает то, что нам предлагается. Ряд замечаний предприниматели принимают. К примеру, монумент трудовой славы, который закрыли сразу три баннера, готовы очистить. А вот убрать конструкцию перед бывшим автовокзалом считают нецельсообразным. Одно из главных опасений. После его переноса в плане опять что-то поменяют. А это очередная потеря средств. Главный архитектор города успокаивает. Перекраивать схему власти не будут, разве что только в пользу бизнеса. Я не думаю, что будет изменение предназначено. Нет. Будет только возможно добавление, то есть внесение изменений в схему, добавлять какие-то рекламные средства. Это можно. Конечно, мы приводим наше размещение рекламных конструкций в соответствии с законодательством. Для того, чтобы определить конкретные точки. Раньше у нас рекламные конструкции ставились прямо в кадастровых кварталах. Привязка шла к домам. А сейчас мы определяем конкретные точки, где можно устанавливать конструкцию в день-везе. Согласуем все это уже с коммуникациями. И, соответственно, определяем места. В нормативном акте, в основе которого лежит передовой опыт регионов страны, прописаны требования и к внешнему виду рекламных конструкций. Речь не только о том, чтобы сделать улицы и городов красивыми, но в первую очередь безопасными с точки зрения дорожного движения. Утвердить новую схему власти планируют до конца года. Конструкции, не попавшие в план, будут демонтированы. Таисия Жакова, Артем Соколов, телеканал Юрген, Сыктывкар.